Искажение истории Искажение истории стало основной темой в современной информационной войне, к сожалению. Западные спецслужбы, находящиеся на содержании западных властей журналисты, всевозможные военные историки и аналитики, а также их союзники внутри России, стремятся всеми способами умолить величайший подвиг народов Советского Союза во время Великой Отечественной войны. На высосанных из пальца примерах и откровенно сфабрикованных документах они доказывают, что не было на самом деле ни геройства, ни храбрости, ни достижений в области производства вооружений, а был только страх перед жесткой властью, представители которой гнали людей на убой, завалив немцев трупами. Не моргнув и глазом, западные пропагандисты утверждают, СССР собирался напасть на Германию, и потому последнее пришлось сыграть на опережение. Сталин и Гитлер на равных виноваты в разжигании войны. Многие миллионы советских граждан воевали против советской власти, за Гитлера, ну и так далее. И тому подобная грязь. И подобной псевдоисторической чуши становится с каждым годом все больше и больше. Опять же, прямо по доктору Гебельсу, многократно повторенная ложь, как он говорил в свое время, становится правдой. То, чего и добиваются сегодня западные аналитики. Нельзя закрыть интернет, разумеется, но нужно воспитать человека, ученика, студента, способного ориентироваться в этом фейковом зазеркалье. Это программа «Итоги недели», и я ее автор и ведущая Людмила Суверток. Здравствуйте. А теперь о том, что уже стало главными темами прошедшей недели. Всю прошедшую неделю глава городского округа Арман Валов и председатель городской думы Евгений Быков посещали квартиры и дома участников и инвалидов Великой Отечественной войны, вдов участников работников Трудового фронта, узников концлагерей, тех, кто всей своей жизнью и своим участием в приближении победы, своим сопротивлением врагу двигал историю по ее справедливому эволюционному пути. Этим людям уже за 90. Но они сильны духом и крепки своими убеждениями и верой. Всего предстоит вручить 422 медали, причем вручают награды глава и председатель думы лично. Это тоже важно. Вторые и третьи лица для этого случая не подойдут. Медаль диаметром 32 мм изготовлена из металла серебристого цвета. На версии изображен воин-победитель с ППШ в руке. ППШ – это пистолет-пулемет системы Шпагина. Разработанный и принятый на вооружение Красной Армии в конце 1940 года. Отличался высокой надежностью и скорострельностью. Воин пишет на Рейхстаге слово «Победа». На реверсе рельефная надпись «75 лет победы в Великой Отечественной войне 1941-1945». Обрамленная лаврами-битвями. Между которыми расположена пятиконечная звезда. Пятиугольная колодка сочетает в себе цвета лент Ордена Славы и медали за отвагу. Первые юбилейные медали вручил также лично 18 января на встрече с ветеранами и общественными деятелями президент Владимир Путин. Награды были удостоены трое ветеранов петербуржцев 99 лет, 96 и 97. Наградные медали получал под роспись и по счету в департаменте государственной службы наград губернатора Свердловской области заместитель главы Виктор Игонин. Каждую медаль перед вручением следует уложить в специальную подготовленную коробочку и заполнить именное удостоверение. Заметили, как теперь засветло, мы возвращаемся домой с работы, а еще вчера, кажется, в это же самое время была темень. Долгота дня сегодня 9 часов и 14 минут, темнее только после половины шестого, когда солнце уходит за горизонт. А 1 января, когда мы отсыпались после новогодней ночи, световой день был ровно на 2 часа короче. Температурные качели, которые имеют место быть в феврале, могут серьезно осложнить жизнь, если кто-то из вас окажется под балконами многоквартирного дома. Это я к тому, что вряд ли стоит ходить по снежной тропке под балконами. С крыши может сползти и разогретая полуденным солнцем снежная шапка. Накроет приятного, конечно же, мало, а если с коляской? В идеале, конечно же, каждый из нас должен видеть, что у него на балконе и под балконом, и вовремя среагировать. Потому как ответственность, напомню, за несчастный случай лежит на владельце квартиры. Глава городского круга Роман Валов своим постановлением предупредил и о мерах, которые должны быть приняты в целях безопасности в период таяния снега. Если вы не уверены, что у вас ситуация не может выйти из-под контроля, предупредите об этом своего сельского главу и сами примите необходимые меры безопасности. В каждом населенном пункте должна быть создана противопаводковая комиссия. А в пятницу в городской администрации прошло совещание по противопаводковому режиму и мерах по безопасности жизнедеятельности. Ну а теперь дороги. Они были и остаются проблемой. Еще Гоголь говорил в свое время, и каждый россиянин об этом знает, что у россиян две беды, дураки и дороги, но, вероятно, второе порождение первых. В советское время прокладывали новые дороги, постоянно подшаманивая их. Теперь и от тех, что находятся в черте городов, остались, как теперь говорят, во многом только направления. Денег нет, их бесконтрольно используют, вероятно, а точнее разворовывают на разных этапах подготовки и самого процесса. Развязки мощные строем, а в муниципалитетах грязь не пролазана на улицах и во многих переулках нет даже грунто-щебеночного покрытия. В этом году на городские дороги в нашем городском округе запланировано потратить из городского бюджета 17 миллионов 800 тысяч рублей. Этого, конечно же, мало, но больше нет. У кого отщепнуть, говорят, что не у кого. В нынешнем сезоне, когда солнце окончательно слижет и растопит снег, начнется ремонт дорог. Немного ли можно сделать, много ли можно, вернее сказать, сделать за эти деньги, если километр полотна стоит у нас в России десяток и более миллионов рублей? Самыми затратными у нас в городе станут ремонт съездов путепровода по улице Белинского и ремонт участка дороги под железной дорогой на улице Заводской. На это будет потрачено 11 миллионов рублей, то есть львиная доля, как мы говорим. В грунто-щебеночном варианте будут выполнены работы в западном микрорайоне, вернее сказать, в западном переулке и на участке улиц Пролетарской и Каюково. Со сходом снега и установлением сухой погоды дорожники приступят к так называемому ямочному ремонту, засыпят глубокие ямы и трещины щебнем малой фракции, мелкой фракции с последующей эмульсионной заливкой. Другие ямки заштопают методом карт. На это выделено немногим более полутора миллионов рублей. Участки будут определены после обследования территории городского круга комиссии. Предусмотрен программой грунто-щебеночный ремонт участков автодорог в селе Курьи по улице Степной, по улице Лесной в санатории Глядзины и участка автодороги по набережной в деревне Брусяне. Итак, кому-то повезло с ремонтом дорог, у кого-то это везение еще впереди. По осени в деревне Боровки пару лет назад семья осталась без дачного дома, потому что пожарные не смогли вовремя потушить пожар ввиду отсутствия воды в заросшем и пересохшем водоеме. Речь о том, что водоем нужен, заходила на схода граждан в деревне не раз. Но в конце декабря нынешнего года, вернее уже прошлого, доброволец пожарной дружины Сергей Тюменцев зашел к главе сельской администрации Андрею Павлову с предложением начать работы по расчистке русла по зимнему насту. Глава, в свою очередь, обратился с просьбой о содействии и выделении финансирования к начальнику отдела пожарной безопасности городской администрации Евгению Каштымову, и колесо завертелось. Теперь в деревне есть не только пожарный водоем, но и место для купания и рыбалки. Ну вот так все сошлось в деревне Боровки, к счастью, в одну точку, и дело было сделано. В этом году будет запущена программа страхования жилья от чрезвычайных ситуаций, в том числе и от пожара. Кстати сказать, страховка будет включаться в платежки по коммунальным услугам. Но мы с вами, то есть жители, сможем отказаться от этой услуги. То есть эта строка будет необязательной для платежей. Согласно закону о страховании жилья от чрезвычайных ситуаций, региональных властей сами утвердят сумму и условия по возмещению ущерба, причиненного квартире или дому пожаром. Те, кто застраховал свое имущество в результате чрезвычайных ситуаций, получат либо новое жилье, либо денежное возграждение. Ну, по крайней мере, так сегодня стоит вопрос. Эксперты утверждают, что суммы в квитанциях будут на порядок ниже тех, что мы платим теперь, кто застрахован по страховкам. Давайте перейдем к новостям коротко. Главной темой прошлой недели стал коронавирус. И обойти эту тему, конечно же, нельзя. Ежедневно мы узнаем о его все новых жертвах. Вирус постепенно расползается. И уже его отголоски дошли до нашего уральского региона. И, как утверждает средство массовой информации, до нашего соседнего Богдановича. А потому мы пригласили в студию врачей-специалистов, чтобы узнать больше о том, как спастись. Вот эта задача стоит сегодня, да, от этой заразы. Симптомы во многом сходны со многими респираторными заболеваниями. Часто имитируют обычную простуду и могут походить на грипп. Люди заражаются, когда они касаются загрязненными руками рта, носа или глаз. Самое необходимое, что нужно сделать, чтобы как-то защитить себя, это поддерживать, конечно же, чистоту рук и поверхностей. Ну, подробности и детали смотрите в наших специальных программах. И конкретно в этой программе актуальное интервью. В нашей области уже в этом году введут, но пока еще не повсеместно, систему дуального сбора мусора. Первым станет Екатеринбург. Жителям предложат отдельно выбрасывать органические и неорганические отходы. Пока так. Делить мусор на большее количество фракций пока считается нецелесообразным. Там, где внедрят раздельный сбор, будут ставить по три контейнера. Закрытие производств в Китае из-за коронавируса может привести к подорожанию смартфонов и других гаджетов, в том числе в России. Каждая неделя простой фабрик будет по некоторым оценкам добавлять. К ценнику полтора процента, по меньшей мере, считают эксперты. На складах пока есть запасы, говорят они, но если производство в КНР не возобновится, то в ближайшее время, к концу марта, электроника начнет исчезать с полок. Такое ожидается, по крайней мере. Также ожидается перебои с поставками запасных частей. Запчасти для автомобилей могут подорожать в несколько раз. Но, во всяком случае, нагнетать обстановку не надо. Производители из разных стран уже предупреждают о проблемах со сборкой машин. Но, что касается продовольствия, проблемы с ростом цен в России могут затронуть в основном Дальний Восток, считают специалисты. Хотя, с трудом верится, что это не затронет Урал. То есть, нас с вами какое-то подорожание все равно, вероятно, будет. Налог теперь исчисляется. Мы уже об этом говорили не раз. Не от инвентаризационной, а от кадастровой стоимости. В 2021 году, то есть в следующем, мы получим письма или уведомления о сумме налога, который нужно будет заплатить до конца года. Ну, как это обычно бывает. Выписку о налоге можно получить онлайн на официальном сайте Росреестра. А с расчетами новой кадастровой стоимости, кому это интересно сегодня, можно познакомиться в разделе «Деятельность. Кадастровая оценка. Фонд данных государственной кадастровой оценки». Разобраться могут помочь любому из нас в кадастровой палате. Она находится на Гагарина, в здании, где расположена наша управляющая компания «Сухоложская». Все, кто был на лыжне России в субботу в сосновом лесу на свежем воздухе, в течение двух-трех часов об этом, конечно же, не пожалели. Морозец румянул щеки и добавлял энергии движения. А люди вокруг настроения общего драйва и некоторого такого куража, я бы сказала. Член общественного совета Федеральной налоговой службы совместно с Комиссией независимых экспертов 13 февраля в 11 часов проводят бесплатный вебинар по вопросам самозанятости. Этот семинар для вас, если вы хотите разобраться, выгодно ли вам лично применять этот новый налог. Может, это будет полезно лично для вас. Ну и под занавес скажу следующее. На почте слышу. Нам никакие ни короны, ни вирусы не страшны. Если бы мы всего так боялись, мы бы и войну не выиграли. Ну, что тут скажешь. Опасаться, но не бояться. Всегда, наверное, надо. Надо для того, чтобы действовать. Итак, это все на сегодня. Ну, а все наши новостные ленты, новые проекты и полные версии передач вы можете смотреть не только на нашем сайте и в соцсетях, но и в эфире кабельного телевидения «Уральские сети» и на канале «Тут» в Конвексе. Мы выходим с новостями и передачами по будням в 10, 14, 19 часов в уральских сетях и в 10, 15 и 20 часов на канале «Тут». Мы продолжаем, конечно же, следить за событиями в городе, информировать вас обо всем, что происходит вокруг, ну и готовы обсуждать все то, что видим, снимаем и слышим вместе с вами. До свидания. До встречи в следующий понедельник. Надеюсь. Продолжение следует...